Село Витязево – особая курортная зона с мягким климатом, белыми песчаными пляжами, уникальными национальными традициями. С каждым годом отдыхающих здесь все больше. Однако владельцы средств размещения не спешат получать звезды, а значит работать цивилизованно. В рамках рабочей встречи заместитель главы курорта Людмила Терещенко еще раз обратила внимание предпринимателей на последствия. Уже с 1 июля 2016 года все, кто имеет средства размещения, не смогут предоставлять этот вид услуг, если не будет произведена классификация ваших объектов. Потом у вас будут проблемы, понимаете, у вас будут, мало того, что штрафы будут накладываться большие, к тому же будет предприятие закрываться на 90 суток, это точно. Если у вас там какие-то нарушения будут не устранены, возможно и на более длительный срок. И все это придется на курортный сезон, когда в разгаре у вас будет ваша деятельность, когда вы будете ждать отдыхающих, у вас будут неприятности. Требования законодательства действуют равно для всех, будь то большая гостиница или несколько сданных в наем номеров. Начальник управления по санаторно-курортному комплексу курорта Дмитрий Ерохин сравнил работу без классификации с автомобилем без номеров и обратил внимание предпринимателей на выгоду от получения звезд. Мы от этого никуда не денемся, мы ничего не сможем придумать, никто ни с кем не договорится. Вы видите, какая ситуация в мире. Турпотоки перенаправлены с таких направлений, как Египет, Тунис, Турция. В Турции и в Египте нет средств размещения без звезд. Они приезжают и знают, мы платим за три звезды, мы понимаем, что мы имеем. У нас в этом году будет большой шанс проклассифицироваться раз и дать уровень сервиса, тот, который мы себе назвали. Классификация позволит улучшить качество услуг, повысить уровень комфортности и безопасности туристов. Администрация курорта, в свою очередь, строит напорный коллектор и новый водовод. Однако и сами предприниматели не должны оставаться в стороне. Например, привести в порядок бульвар Паралия и в целом бережно относиться к сельскому округу и друг к другу.